МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наша история – это история совместного, совместной работы над собой. То есть это история по поддержку, про то, как люди, которые поддерживают друг друга, могут добиваться целей, успехов, ну и самое главное – строить адекватную модель семьи. И мы очень часто сталкивались с примерами того, как нам приезжают люди, что нету поддержки обоюдной. Да, то есть кто-то хочет переехать. Люди хотят изменить свою жизнь, но нет поддержки либо одного, либо второго человека. Поэтому очень важно друга поддерживать. Мы находимся на хуторе Акушково, либо по-белорусски Акушково. Это Сморгонский район Гродницкой области. Переехали мы сюда 7 лет назад. Я начал задаваться вопросом, где бы я хотел, чтобы мои дети росли, образовывались, в какой обстановке, в какой атмосфере. И я остановился на позиции того, что они должны расти на Земле. Именно с точки зрения соприкосновения с живым, с тем, чтобы у них была воля в плане доступа к природе, к букашкам, к животным. Чтобы они весь этот мир изучали вживую. Не по картинкам или вылазкам на природу, по выходным, а именно здесь и сейчас. Хотя до этого у нас совершенно другая жизнь была. Мы при комфорте жили. В принципе, мы ни в чем себе не отказывали. А сюда мы переехали. Ты был в старый дом, без туалета, без ванны. И коренной меньшанин. И ему не надо этот комфорт. Я с детства не такой привередливый. Для нас, наверное, самое важное, это изначально построить дело, а потом уже отдавать больше людям, а потом уже себе. Да. То есть мы вообще пришли к производству натуральных продуктов питания по наитию, я считаю. То есть мы не... Когда ехали, мы точно не знали, чем будем заниматься. Хотя были какие-то наброски и планы по этому поводу, но сказать точно, что мы будем заниматься производством натуральных продуктов питания, нельзя было. Это как-то оно само так пришло. На прилавках лежат продукты, сделанные по принципу, чем больше, тем лучше, чем дешевле, тем лучше. И за ними никто не стоит, по сути. Стоят роботы, стоят какие-то конвейеры. Но я не против конвейеров роботов, скажу сразу. Я за баланс. Мы производим натуральные продукты питания по гостам совести. И под совестью мы понимаем именно тот подход, когда ты готовишь как для себя, чтобы тебе не было потом за это стыдно. Мы уже 6 лет занимаемся производством натуральных продуктов питания, таких как натуральные сыродавленные масла, растительные. Домашние перепелиные яйца. Да. Хлеб домашний, хлебцы. Сладости, такие как шоколад, халва. Халва, начинались с халвы, потом получился шоколад. Сникерс баунси, тоже недавно разработали рецептуру. Да, это халва, которая облита шоколадом. Уксус натуральный, яблочный. Быстрые каши на основе льняной муки. Смеси. Смеси для салата. Для гарнира, для салата. Мука. Мука, да. Я, кстати, муку не использую в магазинах. У меня все делают со своей муки. Жмых, жимка, обезжиренные семечки – это одно и то же. Это все, что остается после того, как мы выжили масло. Это тоже очень недооцененный продукт, который можно использовать в выпечке, который можно использовать в салаты, в смузи. То есть, ну, там очень огромный спектр использования в кулинарии. Вот в Штирии есть штирийское масло, да, штирийское тыква. Это же целый бренд, да. И я считаю, что это же при поддержке огромного количества людей, да, и сил все это получилось поднять и сделать из этого вот такой вот бренд. Полезная продукция. То же самое и с сырами. Если мы пробовали очень много сыров белорусских от разных производителей, и среди них есть очень толковые, очень толковые, очень качественные. и они ничем не уступают другим себя. Но сыроделием мы навряд ли будем заниматься, потому что... Но мне как-то не лежит в душе. Да, мы сыр не употребляем. Да, молочка практически мы не употребляем. А наша философия заключается именно в том, что мы людям даем те продукты, которые мы сами употребляем. Да, мы сами гаранты качества этой продукции. Мы едим перекринуться. Мы все на свете производить не будем. А вот именно то, что мы любим, да, то, что нам по душе, и если мы знаем, что этот продукт достойный, мы его будем предлагать людям. Сейчас мы будем давить масло из семян льна, из сырых семян льна, не обжаренных. И вообще это масло, которое мы производим, оно этим и отличается, что мы берем сырые либо семечки, либо орехи, либо кокосовую стружку и давим ее в сыром виде, без нагрева. В конечном продукте в бутылочке находится только масло, стопроцентное масло, без температурной обработки, без соприкосновения с металлом. Оно максимально свежее, максимально приближенное к природному. Казалось бы, что может быть проще растительного масла, да, и привычнее для каждого человека, который ходит в магазин, покупает. Но как только мы столкнулись с миром сыродавленных растительных масел, мы поняли, что это далеко не так. И то привычное масло, которое мы видим на прилавках магазинов, оно является просто пустой жировой жижей, без пользы хоть какой-либо для организма. Ну, мы сейчас говорим о знаменитом рафинированном или нерафинированном подсолнечном масле, а также маслах холодного отжима, которые стоят на прилавках магазин. Чем это масло уникально и чем оно лучше, чем то, что представлено в магазинах, тем, что, во-первых, оно не подвигается на греву, оно не соприкасается с металлом. И самое главное, это то, что оно максимально свежим приходит к людям. Мы работаем по принципу отжали, доставили. Оно у нас никогда не хранится, не стоит на прилавке, ни на складе не хранится, оно сразу же свежим попадает к людям. И вот это огромное количество отзывов, которые мы получаем от людей в обратку, она вдохновляет и дает стимулы для дальнейшего развития. Начинали с маленькой самодельной рамы. Она была конструкцией близкой к этой, но низкой, и мы работали на домкратах еще. То есть обычный автомобильный домкрат ставился наверх бочонка, верхняя часть упиралась в раму и рукой накачивали. Мы начинали с того, что давили кедровое масло и грецкого ореха, потому что не самые мягкие, там усилия нужны минимальные для него. Но потом с ростом мы сварили вот такую раму, тоже работали на домкратах. Уже домкрат у нас был 20 тонны. И потихоньку начали покупать вот уже такие пресса, где есть шток, сам цилиндр, который давит, и насос. И все давили вручную. Занимало очень много времени. Пока ты накачаешь один, уже нужно переходить ко второму. И в конце концов я настолько перетрудился, что у меня защемило сзади позвонки и начали неметь руки. И уже после этого было принято решение, чтобы перейти на маслостанции, чтобы нагонять давление автоматически. Мы заложили семечку в мешочек из фильтровальной ткани, предназначенной для фильтрации пищевых продуктов. Это лавсан. Закладываем его в бочонок. Бочонок у нас из ясеня. Также у нас есть дубовые бочонки. То есть эти породы дерева выдерживают ту нагрузку, которую мы даем. Давление мы нагоняем не быстро. Это делается именно для того, чтобы исключить зажим мешочка между поршнем и самим бочонком. Многие спрашивают, чем обусловлена цена масла. Почему она такая высокая? Потому что мы его делаем долго. Это не быстрый промышленный процесс. Даже тоже ожидание. Вот сейчас мы нагоним давление, масло пойдет. И в среднем один цикл наложим полностью масла составляет 2-2,5 часа. Субтитры подогнал «Симон»! Масло уже готово. Разлили в бутылочку. Каждая бутылочка идет вручную. Разливается. Закручивается. Ну, вот как варенье. Все. Бутылочка у нас закрыта. Ляное масло самое универсальное, которое можно добавлять в салаты, в кашки себе добавлять. Вот после рода в самое первое масло, которое можно употреблять. Вот. Я везде ляное масло, как родила, сразу, то есть не боясь, пила натощак, вот, и еще добавляла в кашу. Я считаю, что ляное масло – это женское масло более. Мы не жарим на ляном масле. Мы жарим только на горчичном масле, который мы сами тоже давим, вот, на кокосовом масле и на кхи. Три масла, на которые можно жарить. Встаем, раскачался там пробежка или зарядка-пробежка, да? Нет, ну, сначала водички выпили, завели организм, да, потом зарядка-пробежка, вот, либо бег, либо на месте зарядку делаем. Вот. Затем выпить масло, затем уже завтрак. Да, кашка, скорее всего… Ну, вот Дима чаще всего кушает наши каши, которые вот мы делаем на основе ляной муки, вот. Дети уже разнообразие, там, кино, каша, амарант, каша, то есть каждый день что-то другое. Овощной салат и каша, вот. И все, а потом уже начинаются трудовые… Трудовые будни. То есть с 10 мы включаем, ну, не то, что включаем телефон, а стараемся здесь идти именно включаться в работу. Да, и все. И либо едем куда-то по делам, либо на месте здесь трудимся. Это как вот будний день. Если это выходной день, то мы планируем обязательно… Ну, либо мы здесь находимся, отдыхаем от всего. То есть бывает такое, что хочется просто побыть. Просто не то, чтобы ничего не делать, ты читаешь книжку, там, ходишь по хутору, вот, либо гуляешь… На прогулку. На прогулку выходишь, да. А в основном все-таки мы люди активные, очень любим куда-то ездить постоянно. В последнее время у нас вот на озеро мы ездили. У нас с дедками, с ночевкой, для них это прям приключение было. С ночевкой, с палаткой. Из леса в лес. То есть мы в лесу живем и в лесу отдыхаем. Да. Только возле воды. Да. Вот. Но это опять смена обстановки, она вот позволяет разрядиться и посмотреть немножко по другим углам на какие-то моменты важные. Ой. Что это такое? Варюша, а ты где нарвала такие красивые цветы? С бабушкой. С бабушкой оборвали цветник мамы, да? Ай-яй-яй. Спасибо. Спасибо. Люблю игрушки играть с Василисой, конструктал играть. Очень на самокате люблю тоже кататься. За что ты ответственная расскажи? Что ты каждое утро должна делать? Коча помнишь? Да. Курочек кормлю. Кройка. Кройка тоже. Для меня определенно Кушково – это проект всей моей жизни. То место, которое мы будем. Мы будем развивать, всячески преображать. Мне самое главное, что даже если мы изменим хотя бы к лучшему, да, преобразим одного человека, это уже победа. Этими людьми являются наши дети. Я не загадываю, какое у них будет будущее. Я постараюсь им дать просто те инструменты, которые позволят им сориентироваться правильно, самим. Потому что не хочется им на них проецировать свою жизнь. Все-таки они личности, они люди. Им жить самостоятельно, принимать решения в этой жизни. Загадывать не буду. Мне, конечно, искренне хотелось, чтобы они тоже связали свою жизнь с землей, с этим местом. Но если они выберут другой путь, это их выбор. То есть я настаивать не буду. Что человек, когда живет, и особенно ребенок растет здесь, он привыкает к жизни по вот этим природным циклам. Смена сезонов в городе это незаметно. Сезоны приходят резко. А здесь же мы можем наблюдать, как каждый день природа меняется. Мы же все по образу и подобию созданы. И мы можем у нее перенять очень много важного для нас. Как даже свой день устраивать, как выстраивать свой год, когда ты его планируешь. Потому что на земле не получится активничать зимой. Вся стройка, все работы на земле, они замораживаются. Ты продолжаешь работать, но уже не так активно. Поэтому ты вынужден жить по этим ритмам ее. И они на самом деле очень правильные и очень гармоничные. Потому что город, он выбивает. Эти ритмы природные, он выдвигает на второй план. И ты там больше живешь уже по ритмам, связанным с твоей профессиональной деятельностью. Я в обычной семье вырос. У меня мама воспитатель, отец строитель. И мы жили просто в обычной белорусской семье на Заводском районе. Из-за того, что мама воспитатель, я думаю, она мне проявила любовь к людям. И принятие их такими, какими они есть. И отношение к жизни с позицией того, что бы ни происходило, все к лучшему. Ну, я, сколько себя помню, всегда старался уделять время спорту. Ну, и вообще здоровому образу жизни. Но и как у всех, наверное, молодых людей были периоды, когда это не являлось главным. И вот в 2014 году у меня была операция, которая позволила мне изменить мою жизнь. Немножко пересмотреть свои приоритеты. Плюс этот переезд на Землю, он дал больше мотивации к тому, чтобы заниматься собой, осознанным питанием, осознанным подходом к физической подготовке. Ну, и третий фактор – это дети, конечно. Потому что, когда дети рождаются, ты начинаешь по-другому смотреть на мир. Смотреть на то, как должным образом подходить к своему здоровью. Чтобы именно своим примером передать им какую-то основу, которой бы они могли в дальнейшем пользоваться. Ну, вообще, в идеале учиться у старшего поколения. То есть, грубо говоря, если родители адекватные, дедушки, бабушки, надо учиться у них. Особенно вот дедушки и бабушки я очень часто слышал и слышал, и продолжаю слышать в разговорах с людьми, когда они многое переняли у дедушек с бабушкой. Потому что они уже наполнены этой мудростью житейской. И вот они не столько активны, но у них есть то понимание, осознание жизни, что не надо никуда торопиться, не надо себя подгонять, надо жить в гармонии с самим собой. Если что-то происходит, то это не означает, что нужно проклинать обстоятельства либо людей, либо еще что-то, что нужно принимать все как есть, делать определенные выводы и идти дальше. То есть, благодарить даже за тот опыт, который происходит. Поэтому, в первую очередь, это старшее поколение, ну, а затем уже смотреть на свое окружение. Мы все то лучшее, что из белорусских традиций каких-то, да, либо опыта предков берем. Но не забываем о том, что мы живем в реальном мире в 21 веке. Не стоит уходить с головой в старое времено. Не надо стараться повернуть время вспять. Нужно учитывать реалии, в которых ты живешь. Но всегда следует брать из прошлого, из опыта, да, самое лучшее. На мой взгляд, жизнь вне города, она в перспективе лучше. В том плане, что город не очень благоприятен для продолжения рода и взращивания там здорового поколения. Город к этому, город больше подходит для работы, для каких-то других, другого времяпрепровождения. А вот именно для того, чтобы устойчиво могло поколение за поколением рождаться, это лучше всего на Земле. Наверное, у меня в жизни было много учителей, которых жизнь мне посылала. Людей, которые мне давали понимание того, как этот мир устроен. И потом, самое главное, мне дали инструмент, как познавать этот мир. Когда ты оглядываешься вокруг, ты не можешь не замечать, насколько важно образование детей. Своё личное самообразование, насколько важно, а тем более образование детей. Потому что ведь сегодня они дети, а завтра они народ. Они те люди, которые будут двигать и страну, и планету в общем. То есть это взрослые люди в перспективе. Поэтому чем лучше мы их подготовим, тем лучше людям будет жить. У нас козочки из животных. Это, наверное, второе животное, которое мы завели, когда приехали на хутор. Изначально у нас была Зара, собака, овчарка наша. А потом мы завели козочек. У нас сейчас и маленькие козочки, и большие. Нам молочка хватает. Хватает и на брынзу, и на творожок. Живём потихоньку. Мне кажется, именно здесь ты обретаешь себя. В этом месте. Где бы ты ни ездил, где бы ты ни жил. Но именно это место ты чувствуешь, что вот здесь ты предназначен для этого места. Конечно же устаю. Конечно устаю, потому что много забот. Нужно и трудиться, и с детьми, и мужа уделить. Но вы знаете, эта усталость, она вдохновляет. Я вот только недавно поняла, что вот эта вот именно усталость тебя вдохновляет, что у тебя что-то получается. Ведь ты устаёшь от того, что у тебя есть результат. Правильно? Ты устал от того, что ты поработал в теплице, но ты пришёл и довольна, что вот у тебя есть помидоры. То же самое. Ты устал от того, что ты трудился, постройки что-то делал, пришёл. Уставший совсем, грязный. Но ты довольна от того, что у тебя есть результат. У нас есть перепёлки. Мы содержанием перепёлок для яиц занимаемся уже 6 лет. Начали мы тоже, исходя из того, что это была наша потребность. Ну, моя, можно так сказать. Потому что я уже, наверное, лет 12 или 13 пью постоянно яйцо сырое. И вот, получается, попробовав однажды яйцо домашнее, свежее, и сравнив его с тем, что в магазине, я понял, что стоит всё-таки завести перепелок, потому что разница колоссальная. Ну, вот, в принципе, наш перепелятник. Он небольшой, 36 квадратов. Но здесь помещается довольно-таки большое количество птицы. Им здесь просторно. Даже вот поза той зимой, не этой, а поза той, да, для их обогрева не надо было использовать печку. Вот, потому что это количество уже обогревает само себя. Вот, здесь они находятся круглогодично. Дети, какой маленький совсем. Рождаются они в два раза меньше. Сколько ему дней? Вот этим, наверное, дней шесть. Да, уже шесть-семь дней. Дети очень любят общаться с перепелками, особенно, когда они только-только рождаются. Первое время Варя каждый раз подбегала к инкубатору, чтобы можно было посмотреть, потрогать, подержать. И этот контакт с животными, даже с перепелками, я считаю, очень полезен для детей. То есть они соприкасаются с этим живым, с этой магией. Потому что вот было яйцо, потом вылез маленький перепеленок, вот она его может трогать, кормить его, ухаживать за ним. Поэтому земля, с точки зрения содержания своего хозяйства, для того, чтобы дети могли заботиться, да, являть свою заботу по отношению, и чувствовать ответственность за кого-то, да, потому что если ты его не покормишь, то он умрет. И это большая ответственность. Варя у нас ответственно за кур. За курей и кролика. И кролика, да. У нас один кролик. Мы когда-то хотели разводить кроликов, потом поняли, что это не наша тема, потому что надо их убивать. Оббивать кроликов очень не хочется. Для меня это очень тяжело. Я вообще не занимаюсь убоем птицы, потому что это было в моей жизни два раза. Первый раз я бил, очень сильно заболел. После этого, и второй раз, когда бил мы попали в такую ситуацию очень серьезную с машиной, то после этого я зарекся, что я больше от этого не прикоснусь. Ну, вообще, как бы убивать животных, я считаю, что не совсем. Вот особенно меня радует, как человек, который занимается хозяйством перепелка, когда мне звонит человек и говорит, я беру для внуков, или я беру для детей. Я понимаю, что внуки приезжают на лето. Это здорово очень. Даже если они эту птицу увидят два-три раза, все равно с ней соприкоснутся. Плюс дедушка, либо бабушка, они заботятся о своих внуках и натуральную продукцию свою дают. То есть они получили яйцо и свеженькое отдали детям. Мы с удовольствием людей приглашаем, принимаем, чтобы у них была возможность приходить посмотреть самим, как мы это делаем. И, на мой взгляд, подобная модель отношений между производителем и покупателем, она справедливая и очень бы хотелось, чтобы она развивалась. Вот если ты делаешь как для себя, так или для другой человека, значит, твое дело имеет право быть. Если же ты ставишь все-таки во главе корыстную прибыль, заработок во что бы то ни стало, то тогда, я считаю, это не совсем уместно. У нас же есть слоган даже «Продукты по гостам совести». Да, по гостам совести. Именно под совестью понимается то, что ты делаешь для людей, как для себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok